Эксклюзивные кадры удалось получить в нашей съемочной группе во время торжественной передачи сотрудникам 20-й пожарной части двух новых автоцистерн на базе Урала. Само по себе событие знаковое и значимое. Ликвидирован недокомплект спецтехники пожарной службы, охраняющей ПАО ММК. Игорь Гурьянов продолжит. Из ворот первой проходной выезжают два навехоньких Урала. Свежие еще пахнут заводской краской, предназначенные для тушения сложных и особо сложных пожаров. 4000 литров, водный бак, 240 литров пены. Но тактико-технические характеристики спецавтомобилей в данную секунду не самое главное, еще успеют показать себя в деле. За рулем первого автомобиля сам генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев. Зрелище, признаться, более чем неожиданное. Как минимум за четверть века существования ТВИНа в наших архивах не нашлось видео с генеральным за рулем. Даже простого авто не говоря о спецтехнике. Впрочем, это всего лишь уместный антураж. Суть гораздо серьезнее. Недокомплект боевой техники. Сегодня ликвидированный. К приезду генерального на площадке уже выстроен личный состав 20-й пожарной части. Именно в ее распоряжение поступают автоцистерны. Поздравив пожарных с новинками, Павел Шиляев отметил, что специфика работы огнеборца заключается прежде всего в том, что здесь слова героизм и самопожертвование будничные. А рисковать жизнью едва ли не пункт должностной инструкции. Самое главное, чтобы вы могли выполнять свои обязанности максимально безопасно, максимально эффективно, вы, конечно, должны иметь на любую современную технику, которая позволяет вам, чтобы все эти возгорания, все эти институты, выкручивают самым лучшим образом. С ответным словом выступил начальник гарнизона пожарной охраны Магнитогорска Дмитрий Лебедев. Я хочу сказать слова благодарности нашего большого коллектива руководству Магнитогорского металлургического комбината за ту помощь, за ту поддержку, которую вы оказываете нам, пожарам. Данная техника будет стоять в боевом расчете, внести каждодневное трехлосуточное дежурство по охране предприятия, объема металлургического комбината. После передачи ключей от машин Павел Шиляев осмотрел служебные и бытовые помещения пожарной части, боксы с автомобилями, спортивные и спальные комнаты. Также генеральный поинтересовался состоянием уже имеющейся на вооружении техники. Интерес не праздный, металлургическое производство связано с высокими и сверхвысокими температурами, и огонь является едва ли не основным фактором риска в цехах и подразделениях ПАО ММК. Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, телекомпания ТВ.